Здравствуйте! Эфир телеканала ОТС продолжает мировые новости. Я Игорь Белый и прямо сейчас расскажу о том, что происходит на нашей планете. Поражает мозг. В Китае распространяется новый смертельно опасный вирус. Он уже диагностирован у 17 пациентов, один из которых находится в коме. Макрона освистали на церемонии закрытия Паралимпиады. Для лидера Франции такой прием стал холодным душем. От Чабыш, Тайган-Жарыж и Пахлавани. В Астане открылись пятые всемирные игры кочевников. Какой вес бревна, который поднял Халк из Буркина Фасо, расскажу позже. А пока новое предостережение от Роспотребнадзора. Роспотребнадзор взял на контроль сообщение о новом вирусе из Китая. Ортонайровирус, или так называемый вирус болотистых мест, опасен для человека. Он поражает мозг и другие органы, и может привести к летальному исходу. А передается он от укусов клещей, которые обитают на болотах. В Китае вирус диагностировали уже у 17 человек. Один из них в коме. Однако в России случай заболевания не зафиксировано. Церемония закрытия Паралимпийских игр в Париже официально завершила 11 дней соревнований. Участие в них приняли почти 4,5 тысячи спортсменов. Мои коллеги побывали на событиях. В праздничной церемонии вечером в воскресенье завершились летние Паралимпийские игры в Париже. Они сопровождались световым шоу и музыкой знаменитых диджеев. 17-е игры проходили с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены завоевали на Паралимпиаде 64 медали – 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Они выступали в нейтральном статусе, но на церемонию закрытия их пригласили на общих основаниях. «Эту церемонию, безусловно, стоило увидеть вживую. Это была гигантская вечеринка. Мы только и делали, что танцевали. И вокруг нас было много людей, царила сумасшедшая атмосфера. Это было невероятно. Честно говоря, мы были поражены». Больше всего медалей вновь получили спортсмены из КНР – 220. Из них 94 – золотые. На втором месте – Великобритания. У неё 49 медалей высшей пробы. Замыкают пятёрку США, Нидерланды и Бразилия. В топ-десятку также вошли Италия, Украина, Франция, Австралия и Япония. Между тем, мэр Парижа Анны Дальга вручила паралимпийский флаг президенту Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсу, который затем передал его мэру Лос-Анджелеса Карен Бас. Президента Франция свистали на церемонии закрытия паралимпиады. Таким образом, зрители стад де Франц отреагировали, когда изображения Макрона начали транслировать на больших экранах на стадионе. В тот момент Эммануэль Макрон стоял на трибунах рядом с главой паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом. Отмечается, что никто из выступавших не были встречены таким свистом и неодобрительным гулом. Местные СМИ пишут, что такая реакция публики связана со сложной ситуацией на внутриполитическом поле страны. Центральное телевидение Северной Кореи выпустило ролик в честь 76-летия основания государства. День независимости КНДР – национальный праздник, который ежегодно отмечается с большим размахом. На центральной площади Пхеньяна проводится военный парад. Владимир Путин поздравил Ким Чен Ина с торжественной датой. В ней глава России отметил, что отношения между Москвой и Пхеньяном находятся на высоком уровне. Русская классика в Большом. В главном театре страны стартовал новый сезон. Какую программу приготовил Валерий Гергеев взыскательному зрителю – смотрим в сюжете. Большой театр в Москве открыл новый сезон. На сцене самая что ни на есть классика – спящая красавица Чайковского. Начинаем новый сезон. Сезон предюбилейный. В 2026 году Большой театр России встретит свой 250-летний юбилей. Дата большая и, как мне кажется, важная для многих-многих людей в России. Точно для российской культуры мы выстраиваем планы на этот сезон. В этом сезоне в Большом, да и в других театрах России обещают уделять больше внимания русской классике. По словам гендиректора театра, шедевры многих русских творцов долгое время незаслуженно отсутствовали на российских сценах. К примеру, спящую красавицу не ставили в Большом театре уже четыре года. Наверное, никого не удивит, что концентрация и при этом максимальная на именах величайших русских творцов прежде всего – это и Глинка, и Мусоргский. Московский Большой театр был основан в 1776 году императрицей Екатериной Великой. Валерия Гергиева, бывшего главного дирижёра Лондонского симфонического оркестра, назначили директором Большого в конце прошлого года. Нынешний сезон – 249 по счёту. Небольшой обзор на мировые спортивные события, в которых, видимо, участвовать не стоит, а вот посмотреть интересно. В США проводят турниры по ММА в боевой средневековой экипировке. И выглядит это очень зрелищно и брутально. Здесь и лязг металла, и даже колющее рубящее оружие. Вот только лошадей на ринг не пустили. А жаль. Халк из Буркино-Фасо вновь подтвердил свой статус самого сильного человека из Африки. На чемпионате мира по логлифтингу подъём бревна в Шотландии шейк Сану поднял 231 кг. Рост африканского Халка – 190 см, вес – 180 кг, а охват бицепса – 63 см. Железный Биби родился в Буркино-Фасо в 1992 году. Он был крупным ребёнком и регулярно подвергался издевательствам в школе за своё необычное телосложение. Сейчас Сану владеет спортивным центром в родном городе Боба-Диаласа, где бесплатно тренирует молодых африканцев. В Объединённых Арабских Эмиратах делают ставку на спорт высоких технологий. Там в тренде игры с силой мысли. В Дубае поставили игровой аппарат, который позволяет сыграть в футбол телепатией. Игроки надевают особые ободки на голову, которые считывают активность мозга и пытаются забросить мяч в ворота противника. Почти 3000 спортсменов из более 80 стран мира. В столице Республики Казахстан официально открылись пятые – Всемирные игры кочевников. Всемирные игры кочевников – это состязания по этническим видам спорта, в основе которых народные игры исторических кочевых народов Центральной Азии. Соревноваться участники будут в конных скачках, стрельбе из традиционного лука и в национальной охоте с птицами. Состязания пройдут и по национальным видам борьбы, единоборствам, а также традиционным интеллектуальным играм. Общий призовой фонд составит 250 миллионов ТНГ. Это около 46 миллионов рублей. Россию на играх представляет 172 спортсмена. Они выступают под национальным флагом. Первое золото в копилку нашей страны принесла Анна Алексеева из Якутии. В финале стрельбы из традиционного лука по турецкой мишени Пута. В 60 метрах она победила киргизскую Ассель Садырову 9-6. Отличный старт нашей сборной. Ждем новых медалей. На этом у меня все. Смотрите больше новостей и аналитики на наших площадках в Рутуб и в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал. QR-код вы видите сейчас на экране. Ждем ваших комментариев. В студии для вас работал Игорь Белый. До встречи в эфире. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова